Светлана и ее подопечная буренка затейница на подобной выставке впервые. Позади две недели тренировок и целый ряд подготовительных процедур. Мойка, чистка и ежедневные прогулки. Подготовка оправдалась, затейница стала лучшей в своей группе. Мы ходили, мы водили их по кругу, водили под музыку, чтобы она так спокойно прошла. Где-то недели две точно надо. Животные такие, как бы вам сказать, хочу пойду, хочу не пойду. Все коровы разные, у всех разный характер. Зависит от количества людей и фотоспышек. Моя, например, испугалась, фотоспышки не пошла. Выбрать лучшую корову чернопестрой породы – дело непростое. Специалисты оценивают кандидата к названию лучшей буренки по нескольким показателям. У коровы самое главное – это ее вымя, это ее телосложение, это ее экстерьер, крепкие ноги. Главное – корова, чтобы отдавала много молока, это вымя, чтобы она была крепкой и долго жила, это ее ноги, спина и способность воспроизводить себе потомство. Дрессировки эти животные мало поддаются, рассказывает Галина Челпанова. Она выводила на круг корову с говорящей кличкой «ягоза». Как Галина не старалась, буренка по заданному маршруту идти не хотела. Тем не менее, по всем показателям она оказалась лучшей. Корова должна привыкнуть к человеку. Животное не чувствует, и там, я считаю, много времени не надо. Участниками выставки стали 35 сельхозпредприятий, кроме чернопестрой породы, средне представителей которой выбирали лучшую корову. Были буренки айрширской, суксунской и тагильской пород.